Всем привет, с вами Пиксел, и сегодня у нас будут ответы разработчиков. Разработчики немножко написали на реддите ответов на те вопросы, которые мы задавали уже достаточно продолжительный период времени. И что я мог сказать, там очень много всего интересного, поэтому сейчас будем с этим всем ознакомливаться. И первый вопрос, который задали разработчикам, это сколько новых персонажей будет представлено в этом году? Когда пройдет следующий, ну когда будет следующий, да? И будут ли другие вводные персонажи, кроме Фина? Конечно, разработчики отвечают, что в месяц будет выходить по одному в среднем персонажу. Ну, то есть, как и обычно, как сейчас идет, так и будет. Они также добавят персонажей в зависимости от того, какой геймплей они приносят в игру. То есть, там не будет такое, что типа, там подряд 5 вводных персонажей, там 5 прыгающих персонажей, такого не будет. То есть, все будут стараться разнообразить игру, и как они дополняют текущую мету. А также делают состав более разнообразным, ну, как я и говорил. То есть, сейчас вводные персонажи являются приоритетом. То есть, разработчики пишут, что из трех следующих персонажей, два имеют действительно классное взаимодействие с водой. Я хочу вам отметить, что, запомните, именно два будут с водой. То есть, скорее всего, выйдет скоро уже три персонажа новых, да? Ну, постепенно выйдут. И два из них будут иметь, ну, какую-то связь с водой. Интересно, что это будет за связь? Посмотрим. Дальше разработчику спрашивают, типа, будет ли когда-нибудь новый тип оружия, и как оно будет использоваться? Разработчики отвечают, что если мы добавим больше оружия в игру, это... Точнее, больше персонажей не сможет использовать этот тип оружия, что устранит часть конкуренции за добычу. Вот такие у них интересные ответы. Из этого мы, вероятно, не добавим больше типов оружия в ближайшее время. Вероятно, что в игру могут войти новые типы оружия, как расходные материалы. Точно так же, как и капканы-бочка. То есть, скорее всего, в игру, как пишут разработчики, они добавят какие-то новые, разные интересные штучки, но они будут расходными материалами, которые будут падать. Ну, знаете, как в королевских битвах, да? Там же очень много расходов, все оружие, это считайте, расходка. То есть, они так немножко идут в сторону королевской битвы. Интересно, посмотрим, что получится. И дальше разработчики пишут, мы хотим добавить следующий уровень глубины для игры. Но, пожалуйста, ожидайте этого после того, как мы работаем над новым режимом игры. Тоже хочу акцентировать на это внимание. То есть, ребятки, новый режим игры, новый вводный персонаж. То есть, скоро вот это вот все уже начинает проявляться, и скоро это уже будет. Дальше. Разработчики, разработчикам зададут вопрос, типа, изменится ли игровая карта не только в украшениях, ну, и во всем остальном на карте. Разработчики пишут, что они хотят добавить больше карт в игру. То есть, типа, они вот реально хотят добавить карты в игру, но они собираются сделать отличное дополнение. К нашему будущему зоопарку, но детектирование карты будет немного медленнее. Так как приоритет в разных режимах игры и других улучшениях игрового процесса, в первую очередь, у них стоит. Но в будущем это точно будет. То есть, карта будет в будущем, но после того, как они сейчас сделают новые режимы, и еще там парочку новых штучек, допустим, ну, такие, как новый персонаж и все остальное, там, будут еще фиксы. Дальше разработчиков спрашивают, а как насчет новых функций, таких как достижения или клановые события? Могут ли они быть, ну, могут ли быть клановые войны? Вот это, кстати, интересный вопрос такой, потому что, в принципе, клановые войны, такая штука интересненькая. Я уже думал, они должны были давно выпустить, уже 6 месяцев прошло, я думал, там, на 3-м, на 4-м, вот, сила. А разработчики что-то тянут, они прям, может, из-за коронавируса, конечно, но, ладно, давайте почитаем, что пишут разработчики, что они отвечают на это. Они делали, так, что они делают в клановых войнах, где игроки одновременно играют здесь, а, то есть, они думали, блин, конечно, я читаю это красиво. В общем, разработчики думали, что, ну, по поводу этих кланов войн, и, ну, мы думали над концепцией, где игроки играют, типа, 10 на 10, то есть, 10 персонажей с одну страну, 10 за другую, за кланы имеется в виду, да, ну, или о других классных ходениях они тоже думали, но, это не их текущий фокус. В планах они фиксируют несколько взаимодействий и улучшают интерфейс, сосредотачиваясь на новых игровых режимах. Вот так вот, к сожалению, разработчики сейчас нам отвечают, то есть, они сейчас, как бы, об этом все думали, да, думали, что-то там, какие-то идеи у них есть, но пока что это не в разработке, это будет после только новых режимов, которые, вот, будут уже скоро. После этого они сделают перераспределение, будут добавлять новые классные функции кланов. То есть, как мы видим, да, то есть, идут фикс багов, фикс какого-то интерфейса кланового, но основные функции, это будет уже после новых режимов. Вот они добавят в игру новые режимы, чтобы улучшить разнообразие, и потом займутся кланами. Дальше разработчик вас спрашивает, будет ли когда-нибудь носорог или обезьяна? Ну, два новых персонажа, типа, спрашивают, носорог или обезьяна. И разработчики отвечают, заметьте, ребят, цитирую, носорог, обезьяна или аллигатор, все, что я должен сказать, это то, что один из них скоро придет. А теперь давайте вспомним. Разработчики отвечали раньше на вопрос, типа, по поводу водных персонажей, и говорили, что скоро два из трех новых персонажей, это будет водный. То есть, это первое. Теперь разработчик конкретно называет персонажа, который будет в следующих обновлениях, это аллигатор. То есть, что я могу сказать, ребят, один из трех следующих персонажей, это 100% будет аллигатор. Ну, прям 100% даже тут вопросов мне надо задавать разработчикам. Они уже сами уже все ответили. Ну, блин. Может, даже следующий персонаж, скорее всего, будет аллигатор, но... Я не знаю, как это он выйдет. Вот это вот минус большой. Разработчики пока молчат. Наверное, очень сильно там работают. Ну, короче, не будем их отвлекать. Дальше разработчиков спросили, типа, Есть ли у вас планы на более длительные мероприятия, как 15 дней или 1 месяц событий? Будет ли когда-нибудь событие, подобное рейду, зомби зоопарк и тому подобное? К примеру, вариант с битвой против боссов. Или, может быть, драки снаружи зоопарка? Это такой комплексный вопрос у человека был по отношению к разработчикам. И что же они на него отвечают? Все это действительно крутые идеи, а более длинных событиях это не было в радаре. На радаре, да. Но мы думаем об этой больше. Тем не менее, все, что связано с этим, придет после обновления, которое мы планируем для наших функций зоо вип и кланов. То есть, как я понял, это вот более длительные ивенты. Ивенты, относящиеся к рейд-боссу, к битве против зомби. Это все будет после новой системы с випами. Неизвестно, как она будет система, как они будут все это делать. Что-то новое, короче, будет менять. И кланам. То есть, складывается именно с работой с кланами. То есть, это, скорее всего, будет уже третья по важности часть того, чем они займутся. О пве против зоо-криперсов или босс-бэтлс, ну как разработчики отвечают, да? Они наверняка будут в будущем. То есть, это, возможно, даже четвертый будет. То есть, пве-эвенты, ивенты, наверное, даже будут четвертый, ну или третий. То есть, по важности, после вот этого того, что сейчас они делают, этот новый режим, новые персонажи. И потом идут клановые, зоо вип, и потом уже пойдут пве-режимы. Интересно, в принципе, ладно. Ну, как говорится, ждем, что. Дальше разработчиков спросили, когда выйдет новый игровой режим. Когда вы добавите режим трио. Вот это вот интересный вопрос, потому что режим трио, как вы знаете, с самого начала игры он светится. И там написано «Скоро». «Скоро» 6 месяцев прошло, ребята. Если что, да. Быстрые разработчики, ну, какие есть, да? Ладно, давайте посмотрим, что они нам отвечают. Создание новых игровых режимов всегда было чем-то, что мы хотели сделать в зуб. Ну, в зуба, да. И именно поэтому мы используем тизер «Скоро» из режима игры трио с момента запуска. Вы понимаете, они хотели очень сильно, но там у них что-то не сложилось. И поэтому это самое, короче, «Скоро» длится уже 6 месяцев. Ладно, дальше считаем, что они отвечают. Но мы не ожидали, что у нас будет так много проблем со сбором матчей. И из-за этих проблем нам пришлось перестановить разработку новых игровых режимов. Имейте в виду, что при добавлении нового режима пул для организации матчей разделяется, что увеличивает шансы несбалансированных матчей. То есть это имеется в виду, типа, когда у нас сейчас в игре все играют обычные карточки, да? Обычную королевскую битву. И тут добавляют новый режим. И часть людей просто уходит в этот новый режим, да? Ну, большинство уходит, я так скажу. Уйдет в новый режим поиграть, ну, как минимум в первое время. И из-за этого нормальный рандом не сможет сформировать нормальные карточки, да? И там будет такой очень сильный разброс по уровню, что будет вообще капец. Но разработчики пишут дальше. Мы очень рады сообщить, что наконец-то работаем над Трио и дополнительными игровыми режимами. Они приходят очень скоро, вероятно, в начале июня. То есть, что я могу сказать, ребят? Трио будет уже очень скоро, то есть, это одно из будущих, ближайших обновлений. В начале июня, я думаю, к середине уже точно 100% будет. То есть, начало лета у нас будет Трио. Будет новый режим. Ну, это круто. Кстати, могут они вообще это связать и как бы сделать в новом режиме прям сразу и Трио. Можно будет поиграть, но это вообще классно. Я бы хотел, кстати, чтобы уже добавили какие-то бои 5 на 5 и клановые бои. Ну, вообще там было бы круто, там по 20 человек могли бы драться. Но это было бы сложно, потому что, к примеру, кто-то не вышел и как с этим быть? В общем, это надо бота вместо персонажа заводить. Ну, в общем, это у них там свои терки, это, короче, очень сложно. Ладно, давайте посмотрим, что у них там еще спрашивают разработчиков. Дальше, восьмой вопрос. Почему у каждого персонажа нет своего скина? Планируете ли вы сделать еще какие-нибудь легендарные скины, как на Стива и Брюса? Разработчики отвечают, что мы хотим, чтобы у каждого персонажа были потрясающие скины, но у некоторых есть определенные ограничения для работы. Если вы заметили, что последние персонажи более планированы, с лучшими моделями и технологиями. В настоящее время мы модернизируем наших старых персонажей, чтобы в будущем они могли использовать новые скины. А добавление легендарных скинов по поводу вот этого Брюса и Стива, да, мы планируем добавить еще. Оставайтесь с нами, так как скоро появятся еще два. Мы надеемся, что вы любите их так же, как и мы. Скорее всего, один из которых, ну, два скина, вот разработчики говорят, появятся вот этих крутых, типа, да, с анимациями, со звуками. Скорее всего, один скин это уже был на черепашку Шелли. Почему-то мне так кажется, поэтому, ну, процентов так на 50 в этом уверен. И, то есть, еще один будет. На кого этот скин будет? Ну, сложно представить. Хотел бы его видеть на Никса. Все-таки он самый популярный, наверное, хотя баг еще, в принципе, хороший. В общем, неизвестно, на кого дадут скин. Очень хочется на кого-нибудь видеть. В принципе, на Никса был и скин с Арктическое лесо или какой там, там, не помню, уже зимний скин был на него крутой. Но все-таки хочется увидеть какой-нибудь анимированный, там, прямо легендарный. Я даже бы его прикупил, наверное. Ну, ладно, посмотрим. Дальше, девятый вопрос. Разработчикам зайдут. Мне нравится художественный стиль. Но почему вы выбрали большие головы? Что заставило вас делать прямоугольные головы? Да-да-да, возвращаемся к Майнкрафтам жестким. Ладно, ответ разработчикам. Идея больших голов возникла, когда мы искали способ сделать нашу игру уникальной, а также помочь игровым процессам, поскольку у мобильных игр есть ограничения на маленький экран, а такая игра, как Зуба, во многом зависит от того, узнаете ли вы своих врагов. Это был один из подходов, которым требовал решения обеих задач. Вид с камеры сверху также был чем-то, что мы учли. Это представление облегчает распознавание персонажа и читаемость намного быстрее, что позволяет игрокам быстрее принимать решения. В художественной команде потребовалось некоторое время, чтобы добраться туда, где мы сейчас находимся. Ну то есть разработчики ответили в принципе нормально. То есть зачем им большие головы? Это стиль такой, стиль, который подходит игре самолучше, потому что удобно, потому что красиво, ну вообще прикольненько получается. Я лично просто полностью за, потому что реально большие головы зашли. На мой взгляд, они прям офигенно смотрятся. И, ну даже, когда смотришь в первый раз, и не кажется тебе, что прям вот что-то такое, что выделяется очень сильно, что как-то, ну, даже не знаю, как сказать. Короче, нормально все это смотрится. Вот так вот. Ну лично мое мнение. Дальше, разработчикам вас спрашивают. Жейд все еще кажется очень сильной по сравнению с другими персонажами. Вы рассматриваете другие изменения для нее? Разрабы отвечают. Да, мы больше, мы больше изменим Жейд. Вот так они ответили, то есть, чтобы привести ее в равновесие. Это будет в следующем патче баланса. То есть, скоро будет, как я понял, патч баланса, в котором Жейд будут еще ухудшать. Да, ребят, ухудшать. Не улучшать, а ухудшать. Но, скорее всего, разработчики будут делать постепенно это, ну, маленькими шажками, так сказать. То есть, особого нерфа ее такого, прям жесткого, типа там, ну не знаю, там, минус 100 урона, минус 1000 хп, такого не будет. Будет постепенно ухудшение, потому что, ну, я вот недавно играл. Ну, против Жейд. Ну, реально им будет. Им будет, причем жестко. За счет своей пассивки, которая ведет урон. Вот, реально просто позволять ей так им бывает жестко. Особенно через ботинок, через кусты, через ульту, там такое бешеное им. Ну, в общем, о чем им говорить? Вы сами играете в эту игру, да. И дальше разработчики пишут. Тем не менее, мы хотим сделать это медленно и быть уверенными, что она находится в правильном месте с балансировкой. И не повторять ту же проблему с фазой. Когда мы слишком быстро его ослабили, так как теперь он не может нормально бороться. Да, кстати, ребятки, помните, когда фазе был на бой? Да, это было хорошее время, хорошее время. Ты просто брал фазика, брал седьмой уровень и валил 1200 рейтинга спокойно. 1100, 1200. Ну, были хорошие времена, так сказать, в игре. Когда фазик тащил, он был нереально имбовый. Просто нереально. Там такое на него можно было отводить, что капец. Можно было просто на 3-4 уровня выиграть выше персонажей. Спокойно забирать у них топ-1 на скиле и... Ух, это было весело. Ну, сейчас это все поменяли. Фазика последние... Наверное, патча 3 его нерфили. Прям жестко, причем нерфили. И теперь он какой есть, такой есть. Скорее всего, его скоро апнут. Ну, судя по намеку разработчиков. То есть, ждем апа пингвинчиков и нерфа джейд. Ну, в принципе, я считаю это нормально. Джейд реально очень жестко. Правда, я уже давно занерфил. Еще интересно, что с кроликом они будут делать, потому что он... Ну, не знаю. Вот я на нем поиграл, мне реально кажется, что он какой-то имбовый. Ну, надо будет побольше проиграть, скачать ему 10 уровень и тогда уже посмотреть, на что он способен, так сказать. Ну, ребятки, на сегодня это все. Вот такие вот ответы разработчиков. Там еще есть много ответов. Я запишу, наверное, еще дополнительное видео. Там идут еще ответы по поводу комьюнити. Ну, в общем, там очень много интересного еще осталось. Поэтому, как говорится, если видео вам понравилось в сайте, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Скоро выйдет новое видео по этому всему. Ну, думаю, через день, через два. А главное, самое главное, не болеть, не скучать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...